Как могут повлиять роды в США по Медикэр, если люди собираются подавать на политубежище? Влияет ли это как-то? Считается ли это каким-то, может быть, отрицательным условием для подачи политубежища? Вообще, пока люди не имеют статуса легального в Штатах, имеется в виду грэнд-карт, гражданство или статуса беженца, то, по идее, федеральными бенефитами пользоваться нельзя. В практике никого не наказывают за то, что они пользуются этими бенефитами. Просто закон говорит, что нельзя, и что могут быть последствия в плане того, что потребуют обратно возвращать какие-то деньги или могут отказать в статусе. Но как бы предупреждение есть, закон есть, но в практике никого за это не наказывают. Поэтому люди это делают на свой собственный риск, потому что мы не знаем, в какой момент этот закон станет приоритетным для государства Америки, и в какой момент они начнут людям отказывать в бенефитах дальше или делать им проблемы. То есть закон есть, все его нарушают, никого не наказывают за это. Многим рекомендуют, когда они летят в Америку рожать, а люди некоторые уже приезжают в положении, то есть как бы уже с большим сроком, и видно, нельзя уже собрать в аэропорту, что прилетела женщина рожать, то обычно предупреждают и говорят, что желательно за свои средства рожать. Поэтому многие люди просто, чтобы ничего не нарушать и не рисковать тем, что будет дальше, просто оплачивают сами эти роды.